Из-за волнения подобрать ключ к двери нового дома получается не сразу. Диана Шамсудинова впервые переступает порог своей собственной квартиры. Внутри светло, просторно и есть все необходимое. Бытовая техника, мебель, постельные и даже кухонные принадлежности. Как говорится, заходи и живи. Шикарно, я квартирой довольна, все хорошо. Представления вообще были какие-то, ну, не очень, у меня только фотки были насчет квартиры. Вот, а так я довольна всем, тут все есть, она хорошая. Едва сдерживает эмоции бабушка Дианы. Отпускать от себя хоть и сложно, но за внучку искренне рада. Пускай привыкает уже сразу к своей новой жизни, самостоятельной. Я не могу говорить. В планах перевезти в квартиру любимую кошку, а чуть позже завезти кота. О четвероногом друге задумывается и Анастасия Просветова. Но сначала нужно привыкнуть к самостоятельному быту. Как настоящая хозяйка, девушка в первую очередь отправляется на кухню, проверяя технику, шкафы и ящики. Очень нравится. Вот просто как только вошла, сразу очень-очень хорошо на душе встала. Я очень рада, что у меня теперь есть вот такое место. Она просто шикарная, особенно ванная комната. И вот даже докупили посуду сюда. Я очень рада, что позаботились на кухню. Полностью обустроить жилье необходимыми вещами и тем самым избавить новоселов от бытовых забот – принцип, которым руководствуются в округе. По словам главы Дмитрия Волошина, дети не должны думать о том, как заработать на кровать, телевизор и другие элементарные атрибуты комфорта. Мы ввели практику в 2014 году, в конце года. И до сих пор ее продолжаем, чтобы эти квартиры были с лето, с комплектом мебели и всего того, чтобы ребенок мог идти и начать сразу жить. Для нас это архиважно, чтобы он ни о чем не думал. В торжественной обстановке глава Дмитрий Волошин вместе с председателем Муниципального совета депутатов Сергеем Малиновским и прокурором Денисом Андреевым вручили ключи от новых квартир 12 детям-сиротам. Еще один ребенок выбрал сертификат, который можно потратить на покупку жилья или погашение ипотеки. Ну, эмоции прям зашкаливают, прям, ну, нервничал сидел, руки тряслись. Ну, с первого раза-то, понятно, все. А вот так все вроде прям хорошо. А едва оправившись от эмоций, ребята представляют, какой будет их новая жизнь в собственном и теперь уже родном доме. У меня там есть свой балкончик появился теперь. Я хочу там сделать офис небольшой для себя так, чисто вот, что приехал, поиграл там, дела сделал. Но на этом поддержка округа не заканчивается. Сергей Малиновский предложил детям и их опекунам всегда быть на связи. В случае, если ребятам потребуется помощь, город приложит все усилия, чтобы ее оказать. На начале жизненного пути всегда нужна помощь. Администрация готова ее оказывать. Это может быть и целевое обучение, и дальнейшее трудоустройство и так далее. Поэтому не стесняйтесь приходить с этими вопросами. Мы работаем для вас, соответственно, и мы очень хотим, чтобы у вас все сложилось. За 8 лет реализации государственной программы «Жилище» на территории Химок собственными квартирами обзавелись более 90 детей, оставшихся без попечения родителей. До конца этого года жилье предоставят еще четверым ребятам, которым вот-вот исполнится 18 лет. Елена Тараненко, Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ. Новости Химки ТВ.